С новостями к данному часу в студии Веры Захарчук. Здравствуйте. К 2030 году доля альтернативных источников производства энергии в Казахстане составит 30%. Об этой задаче глава государства отметил в своем ежегодном послании народу страны, говоря о закате эпохи нефтяного изобилия. Природные ресурсы сыграли значительную роль для Казахстана в период его становления, согласен с президентом Франко Франтини. По мнению бывшего министра иностранных дел Италии и президента Итальянского института евразийских исследований, инвестиции в зеленые технологии необходимы уже сегодня. Диверсификация источников энергии, их изучение и развитие, я считаю, сегодня необходимость. И она будет способствовать еще большему росту вашей страны. Несмотря на то, что Казахстан, я убежден, его энергетических ресурсов хватит еще надолго, хорошо подумать об этом сейчас. Думать о том, что будет, когда они закончатся, даже если это будущее довольно далекое. Выпускники школ Аягутского района Восточно-Казахстанской области за свой счет ремонтируют учебные заведения. К примеру, один из жителей оснастил новым оборудованием кабинет труда. И таких примеров много, признаются педагоги. Всего в рамках программы Туханжер предприниматели района реализовали 268 проектов на общую сумму 360 миллионов тенге. В этом году местные бизнесмены намерены реализовать еще более 70 проектов. Один из наших выпускников, Канат Кужаев, оснастил кабинет труда для девочек новым оборудованием. При этом потратил миллион тенге. Мы очень благодарны ему за подарок. Теперь школьницы учатся шить на швейных машинках. Другой выпускник, Шумабек Нашанов, отремонтировал нам кабинет математики. Уральские волонтеры откликнулись на просьбу о помощи многодетной четы Скворцовых. Глава семьи остался без работы вместе с шестью детьми, старшей из которых только пять лет. Семья живет у знакомых в дачном обществе. Екатерина Скворцова сама воспитывалась в детском доме. Она входит в социальную категорию уральцев, которым положено жилье от государства. Но пока ее очередь не подошла, и Скворцовы нуждаются в поддержке. Желсотановцы, навестившие многодетную семью, намерены помочь им выбраться из трудной ситуации. Инициативу волонтеров поддержали общественные организации и спонсоры. О чистом сердце благодарю всех. Прям даже нет слов, честно. Я всем очень благодарна. Хочу сказать спасибо огромное всем за поддержку, за помощь, за то, что откликнулись, не оставили в беде. Благодаря нашим спонсорам мы сегодня помогаем семье Скворцовых, которые оказались в трудной ситуации. В эту зимнюю погоду они остались в дачном поселке и живут в этом холодном доме, в тяжелых условиях. Мы сегодня приехали с волонтерами, закупили первые необходимые продукты. Мы хотим, чтобы таких семей у нас меньше и меньше стало. В Актау ученики Назарбаев интеллектуальной школы заняли первые места в республиканском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов ЗЕРДИ. Их научные изыскания по секциям биология и физика покорили жюри своим неординарным подходом, новаторством и уникальностью. К слову, в конкурсе приняли участие около 500 детей со всего Казахстана. Семиклассница Аружан Нурлан регулярно прогуливается по берегу Каспийского моря. Ее цель – сбор водорослей для компоста. Удобрение девочка разработала сама и испробовала на цветах и редисе. Весной будущий нейрохирург испытает ноу-хау в поселке на Большой площади Земли. Я взяла водоросли, потом высушила их, снова замочила водой, промыла, обработала на целых пять десятых соляной кислоты, позже добавила древесные опилки и просто почву, которую можно купить в любом магазине для судовников. Но потом подождала две недели, пока водоросли полностью разложатся, и посудилась именно редисы. Проект школьницы, как и работа Ернара Омерзак, заняли первые места на конкурсе ЗЕРДИ в Щучинске. Мальчик обожает биологию и решил применить свои знания, чтобы помочь дяде гипертонику. Работа заняла три недели. Семиклассник сравнил свойства куриных и перепелиных яиц для здоровья человека. Свежие перепелиные яйца я брал на специальной ферме. Мой дядя активно помогал в этом эксперименте. Он принимал натощак по утрам два сырых перепелиных яйца, и его давление пришло в норму. Моя работа полностью эксклюзивна. Такого в интернете вы не найдете. Еще один лидер конкурса – Галамжан Идрисов. Будущий физик представил проект использования батареи от сотового телефона в домашних условиях. Его разработка помогает безопасно брать энергию от мини-аккумулятора для питания ламп. Сегодня юные гении готовят новые идеи, чтобы покорить судей уже других конкурсов. Свои замыслы школьники пока держат в секрете. В Павлодаре музейные работники презентовали новый культурный проект. В рамках открывшейся здесь выставки можно подробнее узнать обо всех сакральных памятниках при Ртышье. Репортаж Салуата Тимир Булатула. Проект «Тамара Тирен Туганжир» или «Глубокие корни родной земли» хотели презентовать сразу после Нового года. Но погода, а точнее не погода, несли свои коррективы. Сначала на регион обрушились метели, затем их сменили 40-градусные морозы. В итоге открытие переносили трижды. Наша главная цель – это изучить, исследовать и сохранить наше культурное достояние. По этому поводу проводится огромная работа. И по этой программе «Рухани Жангру» мы разработали проект, который называется «Тамара Тирен Туганжир». Это сакральные места нашего Павлодарского при Ртышье. Естественно, проводят археологические работы, этнографические экспедиции. И сегодня это начало этого проекта. Старт выставки дал Экибастузский регион. Главные объекты – средневековое городище Акольжа-Эльма, где располагались ставки казахских ханов и мавзолей великого просветителя Исабека Ищана. Оба включены в сакральную карту Казахстана. Исабек Ищан предсказывал, что в степях Сараарки вырастет новый город, который станет одной из лучших столиц мира. В последнее время стало много псевдорелигиозных течений, антигуманных учений и модных западных стандартов, которые несут угрозу для сознания молодежи. Очень рад открытию такой выставки. Это правильно, что государство популяризирует традиционные ценности – наше богатое духовное наследие и культуру. На выставке представлены уникальные экспонаты и рассказывается вся история региона – от средневековья до современности. Мавзолей Сабек Ищана, городище Ак-Коль-Жаэль-Ман, пещерный комплекс Конр-Аулие, мавзолей Машху-Жу-Супа, место сражения и гибели легендарного Джасабай-Батыра. Всего из Павлодарского приоритыша в республиканскую карту сакральных мест вошло пять объектов. Все они имеют важную историческую и духовную ценность. Еще 36 объектов вошли в региональную карту, и к ним сейчас тоже проявляется повышенный интерес. Фотограф Жумагалис Сейтенов объездил весь Казахстан и не нарадуется тому, что к памятникам его родного и кибастузского региона скоро начнут возить туристов. В Ак-Коль-Жаэль-Ман люди разводят верблюдов, а местные рыбаки и охотники используют для промысла древний прототип байдарки. Сейчас такие условия жизни на земле, что каждый стремится к комфорту, и именно вот эта охрана памятников старины и их благоустройство, оно должно стать именно главной нашей задачей. Проект расписан на весь год. Поочередно выставку сакральных мест повладарцам и гостям города покажут все 12 районов области. Цалават Семербулатулы, Марат Игликов и Алексей Мельницкий. Хабар, 24. Павладарская область. Национальная библиотека Пекина пополнилась новыми книгами о Казахстане. В рамках программы «Рухани Жангру» посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев передал их в дар. Центр казахстанской литературы при библиотеке был открыт в честь 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Это одна из трех крупнейших библиотек в мире. Она была создана в 1909 году. Здесь собран богатейший фонд китайских изданий. Много и зарубежной литературы. Почетное место отведено и Казахстану. По словам сотрудницы отдела иностранной литературы Лю Мэй, сейчас книги о Казахстане пользуются большим спросом среди читателей. В нашей библиотеке есть уголки России, Японии, Малайзии и других стран. Среди них разнообразием книг выделяется отдел казахской литературы. Посетители читают фотоальбомы и художественные книги про Казахстан. И их число растет с каждым днем. Среди книг есть и сборники трудов Нурсултана Назарбаева. А теперь фонд библиотеки пополнили такие произведения, как героические песни казахов, вечные мотивы и 100 традиционных песен казахов. Наша основная задача заключается в том, чтобы через эти книги граждане Китая, обычные люди, они могли познакомиться с нашей страной. Больше могли узнать об истории, о литературе, о культуре, о современных достижениях и посредством этого, чтобы отношения между двумя странами, которые имеют всесторонний стратегический характер, вышли еще на более высокий уровень. Желающие узнать побольше про Казахстан берут книгу английского писателя и политика Джонатана Айткина, Нурсултана Назарбаев и созидание Казахстана. Также пользуются большим спросом фотоальбом «Красивый Казахстан» – живописный Китай. Здесь представлены природа, история, культура и традиции двух стран. Ждраджайзна, Нурбекбекен, Жансуй, Хабар-24, Пекин. В Тимиртау пытаются выращивать пальмы. В местном зимнем саду впервые удалось собрать семена трахикартуса. Агрономы называют это настоящим подарком природы и теперь надеются вырастить небольшую пальмовую рощу. Какие еще тропические растения есть в Тимиртау в нашем следующем материале? Это за окном мороз и черный тимиртаусский снег. А здесь всегда зеленый тропический рай. Зимний сад, зимний сад. Под 18-метровым сводом растут, цветут и пахнут порядка сотни видов экзотической зелени. Только разновидности пальм с десяток. Некоторые растения переехали сюда из других ботанических садов. Немало и тех, что специально для этой оранжереи рядовые тимиртаусы маленькими саженцами привозили из жарких стран. Но самый дорогой экспонат сейчас в этой коробочке. Эта пальма называется трехикарпус. В условиях оранжереи и таких комфортных условиях она не зацветает и семена не приносит. Но у нас появились в этом году семена. И мы решили попробовать сами своими силами вырастить вот опять такую же пальму. К нашему счастью, к нашему удивлению, конечно, один корешочек, вот допустим, он уже прорвался. Температура не ниже плюс 12, регулярный полив, удобрение и главное человеческая забота. Творят в зимнем саду настоящие чудеса. Эта пальма растет здесь быстрее, чем в своих привычных тропиках. И чтобы ее чистить, теперь приходится приглашать даже альпинистов. Здесь ведрами собирают инжир, плодоносят финики, бананы. Бананы каждый год у нас дают плоды. Такие, которые вы покупаете, мы покупаем на рынке, это кормовые сорта. То есть этот сорт у нас, который находится в зимнем саду, самый настоящий, это называется сорт текстильный. Почему текстильный? У себя на родине этот сорт текстильный закрывают мешком, чтобы птицы не склевали. Потому что у этого плода в нашем зимнем саду внутри находятся косточки. Не на картинке, а в зарослях монстеры можно увидеть ее ароматные плоды. Этому сейчас 9 месяцев. Нужно ставить еще 12 месяцев, чтобы он созрел. Не заметить невозможно. Даже проходя здесь, заметить, что что-то здесь вкусненьким пахнет, то есть сладким очень. Райский сад, как его называют сами Тимиртаусы, в этом году отмечают 25-летие. В 93-м это была настоящая народная стройка. А в середине 90-х, чтобы не заморозить молодые саженцы, металлурги устраивали здесь дежурство и ставили буржуйки. Сейчас уникальное здание требует капитального ремонта. Он обойдется в 150 миллионов тенге. Боксеры «Астана-Орланд» содержали уверенную победу над клубом «Новичков» и «Индиан Тайгерс». Бои проходили в Караганде в пяти весовых категориях. Итог встречи 4-1. В пользу казахстанцев удачно провели схватки Серик Тимиржанов, Бекбулат Курамысов, Нурдаулет Жарманов и супертяжеловес Нурсултан Амаджолов. А вот Акниед Болтабаев, закрывавший матч, уступил Ковендеру Бишту 1-2. Следующий матч «Астана-Орланд» пройдет 24 февраля. В Кокшутау соперником станет клуб «Патриот-боксинг-тим». Чемпионат Казахстана по грэмплингу проходит в эти дни в Астане. В соревнованиях принимают участие 200 спортсменов со всей страны в двух категориях – взрослые и ветераны. Состязания проводятся под эгидой Всемирной Федерации любительской борьбы United World Wrestling. Добавлю, победители этих соревнований будут участвовать в чемпионате Азии, который пройдет в Бишкеке. И на этом у меня все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!